Севастопольцы снова стали очевидцами неправильного подхода к ремонту исторического наследия. На этот раз строители штукатурит оберят парапеты из натурального камня в сквере имени Бузина. Это совершенно не соответствует архитектурным канонам и принципам работы с материалом, из которого построен город. Побеленный известняк запачкается через несколько месяцев и будет выглядеть грязным. По мнению эксперта из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, парапеты в этом сквере были построены как минимум до второй героической обороны города. Они хранят в себе историю. Самое полезное, что могут сделать для их сохранности, проектировщики и архитекторы – не трогать. Иначе сооружение может раскрошиться быстрее, чем исполнители поймут свои ошибки. В таких строительных материалах, как побелка и шпаклёвка, содержится щёлочь. Под её воздействием камень, в основе которого кальций, разрушается. Данные парапеты выполнены из пшанковых типов из ясняков. Они очень хорошо поддаются очистке. Естественно, эта очистка должна быть мягкой, нежной. Никакой механизированной очистки, за исключением доводочных работ, шлифшкуркой. Это всё ручная уже очистка. Никаких применений щёток, уголшлифовательных машин и так далее. Есть несколько способов. Первое – это гидропескоструйная очистка. И второе – очистка так называемых бластин. По сути, это одно и то же, только другой тип абразивного материала применяется, более мягкого. После очистки на крышке парапета стали чётко видны выцарапанные надписи. Как объясняет специалист, есть методы, позволяющие их убрать. Даже если надписи я посмотрел достаточно глубоко здесь выцарапанные, ну, всё шлифуется, всё убирается. Да, можно сначала и механизированно убрать, потом всё это заполировать, запескоструить, гидропескоструйную обработку применить, потом всё это гидрофабизировать, и будет всё выглядеть достаточно аутентично и красиво. Такие грубые ошибки случаются раз за разом при ремонте скверов и парков в Севастополе. Анатолий Пряшников считает, что это происходит из-за отсутствия в городе оперативного строительно-технического надзора. Он мог бы выявлять такие проблемы и исправлять их во время работ, а не констатировать ошибки постфактум. У общественности возникли вопросы и к другим решениям проектировщика. На главном входе рядом с инкерманским камнем, облицованный гранитом тумбы. Две тумбы, их облицовали плиткой. Вообще, что это? Рядом парапет из Крымбала. Тут эта плитка, это, видимо, остатки от ремонта санузла у кого-то там. Вопрос один остаётся. Это идиотизм или вредительство? Трагедия в том, что мы не можем не только приблизиться по уровню эстетики, благоустройства к тому, каким Севастополь был, допустим, в 60-е годы 20 века или, допустим, в начале 20 века до революции, но мы не можем даже сохранить то, что у нас ещё осталось. То есть мы это и не ценим, и не понимаем. Для более эффективной и правильной реставрации исторических объектов Севастополя нужно назначить главного архитектора города, считает член правления Местного союза архитекторов Наталья Безнос. А также нужно пересмотреть сам подход к заказам на выполнение ремонтов и реконструкции в исторической части города. Тут и наука, техническая, гуманитарная и искусство. Вот эта вот триада, чтобы её собрать, нельзя распределять, как распределяется, например, в торговле заказы по тендеру. Должны быть конкурсы, а не тендеры, кто дешевле это продаст. Так нельзя делать. Вот у нас результат такой и получается. Заказчику важно, как это сейчас у них называется, освоить деньги, вовремя сдать объект, чтобы было всё чистенько, аккуратненько. А что будет завтра, их не интересует. А проектировщикам, к сожалению, чужим, которые приходят сюда, им важен ведь не сохранить облик нашего города, а проявить себя. Это бывает иногда интересно, но, к сожалению, неуместно. Работы здесь начались в июне, а закончиться должны уже 15 декабря. На небольшой территории, почти 7,5 тысяч квадратных метров, установят около полусотни скамеек трёх видов на бетонном основании. 76 урн, из которых почти 60 – громоздких, гранитных, а также пять детских комплексов. Перед строительными работами в сквере обследовали насаждения и вырубили 13 деревьев. По окончании работ здесь высадят почти 3 тысячи растений. На капитальный ремонт сквера имени Василия Бузина потратили почти 34 миллиона рублей.